Привет, друзья, с вами Ваймс, и сегодня я расскажу вам, в чём суть игры Duskers. Это игра в раннем доступе, это roguelite-стратегия, наверное, так это проще всего будет описать, о разбирании космических кораблей, заброшенных космических кораблей на всякий полезный мусор. И она выполнена в таком вот ретро, но очень фантастическом стиле, и она вся выполнена как какая-то консоль какого-то космического корабля или чего-то подобного в этом ретро-фантастическом стиле. Но с этим мы сейчас со всем разберёмся. Игра в раннем доступе, копия игры предоставлена разработчикам, и, в общем-то, я в неё немножко часа три, наверное, поиграл. Ну и давайте разбираться, как она работает и что она из себя представляет. Интерфейс мне очень нравится, он прикольный, он такой вот именно, что... Ну не столько в ретро-научно-фантастическом стиле, сколько вообще в ретро-стиле. То есть оно всё управляется полностью с клавиатуры, и оно всё управляется... Например, я могу нажать О, чтобы зайти в настройки, и всё тому подобное. То есть конкретными буквами и конкретными там словами и всякой подобной фигнёй. Но давайте я нажму «Начать игру», и мы увидим что-то такое. Это карта галактики. Тут есть карта вселенной, но у меня она недоступна, потому что, наверное, я ещё не долетел никуда, чтобы она стала доступна. И также у меня есть карта системы. И, в общем-то, зелёный... Не зелёный, синий, голубой треугольник — это мой корабль. Зелёный, все треугольники и прочая фигня — это всякие корабли, где я ещё не был. Жёлтый — это где я уже был. Это как бы такое схематическое расположение системы, и это, в принципе, ещё не геймплей. Это, ну, как ближайший аналог, это как карта в FTL, когда я выбираю, куда лететь и что там делать. Но это не совсем хорошая аналог, конечно, потому что она всё-таки немножко не так работает. Но, в общем, это карта системы. Я могу полететь сюда, я могу полететь там вниз сюда, я могу полететь сюда, я могу куда угодно полететь. Зелёные все точки — это то, куда я могу полететь. Если бы мне не хватало куда-то топлива, оно бы было красным. Жёлтое — это, соответственно, то, где я уже был. Так что я, конечно, могу туда полететь, но я там уже был, и там ничего нет, что может мне пригодиться. Ну и, в общем-то, также я могу полететь в другую систему, если я захочу, но всё это ограничено топливом. У меня есть в правом нижнем углу 13 скраба, это, по сути, основной ресурс, деньги и всё там подобное. Это всякий мусор, из которого можно что-нибудь построить. У меня есть 4 и плюс 1 здесь, 4 из 6 единицы топлива и плюс 1. 4 из 6 — это значит, что у меня 4 единицы топлива есть прямо сейчас, как бы, в баке, скажем так, и одна единица топлива у меня ещё дополнительная есть. Бак этот, он перезаряжается при каждом гиперпрыжке, так что если я всё не потрачу, точнее, если я даже всё потрачу, если я прыгну в другую систему, у меня снова будет 6 из 6. Вот этот вот плюс 1, оно не перезаряжается, ну да, оно не восстанавливается никак. Это то, что я нашёл где-то дополнительную единичку топлива, то есть я могу её потратить прямо сейчас, чтобы долететь куда-то, куда 5 топлива требуется, но она не восстановится потом. По идее так. Ну и у меня есть топливо для одного гиперпрыжка, Jumps 1. Ну и давайте я куда-нибудь полечу и будем, собственно, разбираться с геймплеем. Здесь я могу посмотреть на все вот эти вот корабли, которые... Упс, я случайно нажал переместиться, но пофиг. Я могу посмотреть на все эти корабли в этой системе, и справа мне выдаётся небольшая информация о них, то есть там класс, тип заражения, возраст и то, насколько корабль стабилен. То есть вот этот вот корабль X написан Stable, а тот корабль, на котором я сейчас, написан Volatile. То есть он немножко менее стабилен и понемногу разваливается, и там могут быть какие-то проблемы, связанные с этим. Но хрен с ним. И также здесь неизвестно, какой тип заражения. И скраб-капасти, это как бы сколько там может быть в теории всякого мусора, я не уверен на 100%. То есть там определённо не столько скраба, то есть 116 скраба я там не достану, я уверен. Но как-то чем больше, тем, наверное, выгоднее как бы в теории этот корабль может быть. Но давайте я на него поеду и будем разбираться. Это мой экран дронов, где я меняю своих дронов, и как бы у меня может быть... Я разбираю корабль дронами, я не сам туда лезу. У меня есть вот эти вот три дрона в данный момент, и я ими сейчас буду управлять. Это мои как бы персонажи в какой-то мере. И я могу их всего иметь семь, но на миссию я могу взять только четырёх любых. Но у меня в данном случае всего три, у меня нет даже четвёртого дрона, не то что дополнительных запасных. И у каждого дрона есть три слота, в которые установлены всякие модификации. То есть в данном случае там на первом дроне у меня стоит гатор, модификация, которая позволяет ему собирать всякие лут, мошн-сенсоры и интерфейс, который позволяет ему с терминалами взаимодействовать. На втором дроне у меня стоит только генератор, на третьем дроне у меня стоит буксир, приманки и мины. Приманки и мины, естественно, чтобы с врагами как-то бороться. И справа снизу вероятность отказа этого модуля. То есть мины у меня повреждены, и у них 23% шанс, что оно не сработает. Я не уверен, как именно оно не сработает, потому что у меня не случалось этого ещё. То есть может быть просто одна мина потратится, но не поставится, или может быть просто весь модуль уничтожится, или что-нибудь подобное произойдёт. Но, в общем, все эти модули, они постепенно выходят из строя. Или, может быть, мина поставится, но не взорвётся, скажем, когда противник не подойдёт. Или что-нибудь подобное. И модули эти выходят из строя по мере того, как вы их используете. То есть там, чем чаще я использую... Ну, то есть не то, что чем чаще, по-моему, это зависит просто от того, сколько раз я его с собой беру на миссии. Но, возможно, и от того, насколько часто я его использую, не уверен на 100%. И также у многих модулей есть заряды. То есть у Motion Sensor есть 50 максимум зарядов, и сейчас у меня 32 осталось. У Min есть 4 заряда максимум в одном слоте, и у меня осталось 3, потому что я одну уже использовал. У приманки тут у меня у одной 5, у другой 6, но максимум 6. Но, в общем, с этим мы сейчас разберёмся. Тут я ничего поменять не могу, так что поехали смотреть, что можно сделать с этим кораблём. На старте мне пишут всякую информацию про него, опять же, и также иногда здесь всякие тексты типа логии связи этого корабля или что-нибудь подобное можно получить. В данном случае ничего. Но, увы. И так это всё выглядит. Если бы я прочитал всё, что у меня было написано перед... Ну, в этой предыдущей менюшке, то там бы где-то было написано, что я обнаружил, видимо, дрона неактивного, и поэтому я вижу вот эту вот комнату слева, в которой этот неактивный дрон живёт. И также немножко всякого мусора. Но на деле это выглядит скорее вот так, потому что это карта, как бы. Стратегический такой вид. Это вид не стратегический, это вид прямого управления одним из моих дронов, скажем так. И я могу им напрямую управлять. Играется всё полностью с клавиатуры. Мышка вообще никак не работает и ничего не делает, но оно тут и не надо. В общем, я стрелками могу этого дрона поворачивать и двигать вперёд-назад. И это всё моё управление. Кроме этого, я с ним ничего не могу сделать. Ну, по идее, если я на него какую-нибудь пушку потом навешу, я смогу стрелять, потому что в управлении есть стрельба, там ещё пара всяких функций. Но по большей части я могу только его перемещать вручную. Но у меня есть вот этот консоль справа снизу, в которой я могу печатать. И я могу там печатать, конечно, всякий непонятный бред, который ничего не делает. Но кроме этого, я могу там печатать разные команды. Например, я могу напечатать там Open A1 и открыть шлюз таким образом. Или я могу просто A1 напечатать, чтобы его открыть или закрыть. В зависимости от его текущего состояния. И теперь я могу проехать сюда. И здесь что есть? Если я наберу инфу, я увижу, что здесь конкретно есть. Но тут есть какая-то энергохрень, которую можно активировать. И здесь есть терминал, который тоже можно активировать. И тут есть ещё одна открытая дверь, за которой ещё один терминал. И ещё куча дверей, которые закрыты. Если я напечатаю, например, D-17, я не смогу открыть эту дверь, потому что у неё нет электричества. Электричества сейчас вообще нигде нет, кроме первого вот этого вот шлюза, из которого я выехал. Потому что ему электричество даёт мой корабль. Чтобы получить электричество, мне нужно подъехать к этой энергохренье дроном, у которого есть генератор, и активировать этот генератор, собственно. Так что я могу переключиться на второго дрона. Что мне не нравится, это то, что у каждого дрона своя цветовая гамма всего, всего, что вокруг происходит. То есть у этого дрона всё красное, у этого всё зелёное, у этого всё белое. Это вот одна вещь, которая меня немножко раздражает здесь. И я, если это можно отключить, то я не нашёл как. Я знаю, что здесь можно отключить из графической всякой фигни все вот эти вот помехи, шум и прочую подобную фигню. То есть я могу поотключать здесь вообще всё. И тогда оно будет выглядеть примерно вот так. Что намного понятнее в том плане, что намного виднее, что вообще происходит. Но это не прикольно. Прикольнее, когда всякие помехи, шум и всё там подобное. Так атмосфернее. Правда, не знаю, возможно, на Ютубе это всё будет выглядеть довольно плохо, потому что, ну, при сжатии видео всякий вот такой вот шум и прочие мелкие, но, как это сказать, в общем, такие вот детали, типа этого шума и блюра и подобные фигни, они при компрессии не очень хорошо. не очень хорошо отображаются и не очень хорошо получается всё обычно. Не уверен на 100%. В общем, если можно как-то отключить эту разную цветовую гамму, то я не нашёл как, и эта гамма, это, наверное, ну, это не единственная вещь, которая мне не нравится, но это одна из тех вещей, которая мне не очень нравится. В общем, о чём я говорил. Я могу взять этого дрона вручную, переключиться на него, поехать им и включить этот генератор. Но я могу сделать что вместо этого? Я могу открыть, мне не обязательно открывать стратегический вид, просто здесь я вижу всех своих дронов и в этом плане это понятнее. Я могу набрать в консоль Navigate 2 R3. Таким образом приказать второму дрону ехать в комнату R3. Он поедет по самому короткому маршруту открытому, он не может открывать двери при этом или что-нибудь ещё делать, он просто попытается проехать так, как можно. И теперь я могу нажать генератор и это активирует все остальные комнаты. Но не все остальные комнаты, а какие-то остальные комнаты. Там где-нибудь есть ещё одна энергоустановка, которую тоже нужно будет активировать, чтобы активировать другие комнаты или что-нибудь подобное. И потом, по идее, можно получить модуль, который позволит перенаправлять энергию. То есть если мне не нужна энергия в комнате R7, например, то я смогу отключить комнату R7 и вместо этого включить, допустим, комнату R2. Но у меня пока что такой фигни нет. Ну и теперь что я могу сделать? Теперь я могу потрогать вот этот терминал, который был в комнате R3 или какая-то комната. И терминал активирует оборонительную всякую фигню или... И всё, больше ничего он не делает. Допустим, дефенс. Дефенс в комнате R7 убил одного врага. То есть теперь я знаю, что в комнате R7 есть какая-то турель и что там был враг, но теперь там нет врага. Так что теперь я могу спокойно открыть комнату R7, проехать туда и посмотреть, что там происходит. Вот тут обломки этого врага и они, наверное... Нет, они не остались обломками, то есть я не могу собрать обломки. Я не уверен, будет ли эта турель враждебна для меня, если я её активирую. Я никогда не пробую активировать турели, когда я нахожусь в той же комнате, где и находится турель. И как-то мне нет особого желания пробовать. Этот терминал Сеоман. Если я нажму инфо, то оно мне напишет, что он уничтожен, так что он тут как бы есть, но я не могу с ним ничего делать. Что дальше? Дальше у меня есть комната R5 и комната R6, в которые я могу попасть, но я не знаю, что там. Там могут быть враги, которые могут меня убить, или там может ничего не быть, или там может быть полезный лут. Но у меня есть моушн-сенсор, который мне частично поможет. Он мне не поможет узнать, что в комнате R6 результат неопределён, в общем. То есть не получилось её удачно просканить. Но он поможет мне узнать, что в комнате R7 теперь нет врага, в комнате R5 нет врага, в комнате R2 нет врага, и в комнате сверху от меня, то есть за 23 дверью тоже нет врага. Так что я могу открыть 23 дверь, я могу открыть 12 дверь, ну и 8 я могу открыть, но я там уже был. Также я могу сделать вот что, я могу переключиться на 3 дрона, я могу проехать сюда, поставить здесь приманку, хотя она не на всех врагов работает. И я могу открыть 24 дверь. И теперь если туда кто-то заедет, то я это узнаю, во-первых, потому что он начнёт атаковать приманку, во-вторых, потому что он пометится красным, эта комната. А этим дроном я пока что заеду вот сюда и посмотрю, что здесь происходит. ещё один генератор, который может быть более хорошим вариантом. Ну, видимо, в R6 ничего нет. Так что я перестану моушн-сенсорить, потому что когда я двигаюсь, моушн-сенсор отваливается. Это основная его проблема. А, интерфейс надо. Опять же, дефенс. Но он тот же самый, так что он ничего не делает. Это вентиляция. С вентиляциями я не знаю, что делать. То есть я могу набрать хелп-вент, но это мне ничего не даст, правильно? Да. И здесь есть как бы здесь есть меню помощи, в которой там всякие советы, апгрейды, кораблей, апгрейды дронов и команды все эти. В том числе и достаточно продвинутые команды. Но здесь нет, ну или по крайней мере я не нашел, да, это еще не сделано, но игра в раннем доступе все еще, так что здесь не все сделано. Но здесь нет как сказать, нет описания того, что делают всякие вещи, которые я нахожу на уровне, то есть я не знаю, что делает вентиляция, она есть, она помещается в инфе, если я инфу наберу, у меня есть терминал в этой комнате и вентиляция. Что эта вентиляция делает, хрен ее знает. Ну да ладно. То есть, наверное, мне стоит найти какой-нибудь вики и там поискать что-нибудь подобное. D29 я могу открыть, D17 я в принципе тоже могу открыть, и я могу включить Motion Sensor здесь. И он мне ничего не покажет, потому что комнаты, которые внизу и слева, до них я не дотягиваюсь Motion Sensor. Печально. Но я могу теперь заехать сюда, подобрать скраб и я могу инфо дрон уничтоженный, я могу с него забрать модули, которые на нем может быть есть. на нем есть Scan и на нем есть Gator. Scan это интересная штука. Я в принципе так и сделаю, наверное, я поменяю интерфейс на Scan. Остальные два модуля я подберу другими своими дронами. Scan может быть просто показывает мне какие-нибудь вещи, которых просто так не видно. Или может быть нет. Ну ладно, я могу что теперь сделать? Я могу взять вот этого второго дрона, убрать его отсюда, это отключить электричество, но мне сейчас оно не так уж нужно. И я могу доехать вот сюда и включить электричество здесь. И это включит другие какие-то комнаты. Я теперь могу открыть D31, взять третьего дрона и проехать им туда. И забрать другие модули. А, нет, не могу, потому что у него нет места для других модулей. Окей, потом заберу вторым дроном. Интерфейс, конечно, мне пригодился бы когда-нибудь куда-нибудь. Ну да ладно. И также, наверное, имеет смысл... Да, вот скраб один я нашел, который не был заметен до этого. Так что скан действительно полезен. Также, наверное, могу motion sensor отсюда использовать. И вот я обнаружил двух врагов в комнате сверху от меня и в комнате справа от меня там враги. И эти враги могут быть проблемой. Они вполне могут меня убить. То есть, если я открою комнату и заеду туда, они начнут меня атаковать. В зависимости от того, какой это тип врагов, они могут меня там просто ваншотнуть или может быть просто задамажить, и я успею свалить, или еще что-нибудь сделать. что я могу с этим сделать? У меня есть мины, так что я могу поставить мину на выходе, но я бы предпочел это делать не здесь. Я бы предпочел сделать вот что. Я бы поехал вторым дронам в комнату R3 обратно. хотя в принципе нет, я им сначала поеду вручную сюда и заберу модули с этого дрона. Какие тут узкие неудобные коридоры? Свап. Мне нужно это, и мне в принципе может быть нужно это, я не уверен, что я смогу одновременно и генератор активировать, и интерфейс. Упс, нет, навигает 2R3. В общем я могу что сделать? Я могу включить генератор здесь и я могу интерфейс почему она так пищала? Хрен его знает. Но я могу открыть D21, я могу открыть могу ли открыть? Ну, надо ли? Нет, черт, я не могу это так нормально сделать. Или могу? Нет, навигает 1, 3, R5. Этих двух дронов угнать в R5. Хотя D11 я тоже не могу открыть, черт. Не знаю, что мне сделать с этим, но тогда нет, тогда все-таки R8, всех в R8. Тогда я сделаю по-другому, я просто поставлю мину около D11 двери и буду надеяться, что этой мины хватит, чтобы взорвать то, что там за этой дверью. Мина установлена. И теперь мне нужно включить электричество здесь. А, и теперь мне нужно открыть D11. D11. окей. Не очень хорошо получилось. Упс, нет, я не хочу отсюда отъезжать. Инфо. Дрон уничтожен, то есть, я потерял дрона, но мина все-таки сработала. То есть, окей, мне не надо было здесь стоять, это был плохой идеей. Но все-таки противника я убил. И все, с этим дроном теперь у меня его нет, теперь я не могу его убрать обратно на базу. Если бы он был поврежден, а не уничтожен, то я мог бы его оттащить, но это, увы, уничтоженный дрон. Я могу забрать с него модули, наверное? Да, я могу забрать с него модули. Хочу ли я забрать с него модули? Мне нужен этот модуль, и мне нужен этот модуль, в принципе. все остальное мне тоже нужно. Так, ну ладно. В принципе нет, я... это очень плохая идея, но я попробую открыть двадцать дверь и посмотреть, что за ней и убьют ли меня здесь. Нет, здесь меня по крайней мере не убьют. Motion. Там меня убьют, я знаю, но... я не могу с этим ничего сделать. и меня... Здесь, может быть, убьют? Нет, отсюда я просто никуда не дотягиваюсь. В R6 меня не убьют, так что если я R6 открою, то там я смогу что-нибудь забрать. Могу ли я вот так сделать? Нет, не два R... Да. Так, два, R3. Да, я могу так сделать. А, не-не-не, не могу. Проще будет вот так сделать. Я надеялся, что я могу их в разные комнаты послать. Нет, я могу их обоих послать в одну и ту же комнату, но это мне не нужно. Мне нужно вот это. Но опять же, я ничего не могу засканить. окей. В 11-й комнате было что-то еще, и оно меня убило второго дрона. Или как? А, нет, просто у него видеосигнал отвалился. Такое тоже бывает. закрою-ка я 29 и 12 на всякий случай. А то там вентиляция, возможно, возможно в этом смысл вентиляции, что из них всякая хрень вылезает опасно. Я хочу посмотреть, что здесь, потому что тут не должно быть ничего опасного. Да, я могу редохнуться через А3, но это мне не нужно. Опять же, я не дотягиваюсь ни до каких комнат. Я могу сделать вот что. Я могу закрыть D25 обратно, я могу закрыть D21. Интерфейс. Дефенс у меня включен или выключен? Выключен был. Я могу открыть D13. Если там что-то есть, оно постепенно может быть приедет в комнату с дефенсом и умрет. Может быть, или может быть и нет. Motion. Нет, Motion туда тоже не дотягивается. Так что это мне не поможет. Но я могу точно так же в комнату с дефенсом выменить врагов из других комнат. То есть я могу убрать дрона 3 в R3 тоже. Да, вот, дефенс убил одного врага. Закрыть D7 и пооткрывать все остальное. D18, D30, а, D... Упс, нет, D12. D8. Ну и там D25, D26 тоже. И подождать. О, Motion Sensor мне сейчас не поможет. D... Черт. Да, D17, D23 я могу закрыть и D20 открыть. И посмотреть, что там происходит. О, это не этот дрон. Окей, посмотреть, что там происходит. Ничего хорошего, в принципе. Ну, в общем, да. Я боюсь идти во все остальные комнаты, хотя, учитывая, что мой дефенс никого не убил, наверное, они безопасны. Так что, давайте-ка попробуем рискнуть. Все равно я уже потерял своего основного дрона, своего самого ценного, по сути, дрона. С двумя дронами я дальше продолжать не хочу, так что я после этого просто рестартну. Окей, это еще одна пушка, которая тоже активна. Правильно? Нет, не активна, потому что к ней электричество не достают. Жаль. Здесь еще какой-то терминал. еще один шлюз. И какой-то модификация. Инфо. Корабельная модификация, ремонт пауэр, которую я могу отсюда увезти в шлюз. Ну, допустим, я не хочу больше особенно рисковать, так что я теперь сделаю вот, что я теперь уберу всех обратно в шлюз. всех обратно в шлюз. И когда они туда доедут, я просто закончу миссию и свалю отсюда. Я получу вот эту вот модификацию для корабля, и я потеряю кучу всего полезного. У второго дрона что у меня эквипнуто? Ну, в принципе, мины и ловушки мне не так уж нужны. Так что я могу, конечно, продолжать этим, этими двумя дронами, но, блин, всего двумя это очень неудобно. Вот что я получил. Я потерял одного дрона, я потерял жизнь еще у двоих дронов. Motion сенсор у меня повредился. Теперь у него 15% вероятность ошибки, ну, вероятность отказа. И я получил 3 единицы скраба, и я не получил никакого топлива, потому что я не нашел здесь никакого топлива. Может быть, в остальных комнатах что-то полезное было, но я побоялся туда ходить. Ну, и, в общем, так эта игра примерно выглядит и работает. Теперь я могу установить сюда Remote Power. И с Remote Power я могу включать электричество без дрона, и это удобно. А, мне не нужно вот это здесь. Определенно. В принципе, наверное, правильнее будет сделать вот так. Да. То есть, теперь, если я начну еще одну миссию, у меня будет всего лишь два дрона, естественно, но у меня будет возможность что-нибудь сделать с электричеством полезно. Конкретно я могу Remote Power. просто ремонт, по-моему. Три. Да, вот так вот. То есть, я не задействуя своего дрона активировал этот генератор. И это может быть удобно. Ну и, допустим, Motion. Окей, это мне совершенно не помогает. Как насчет... О, да, я могу пролезть. Как насчет Motion здесь? Это мне тоже не помогает. Отлично. Как насчет... Нет, мины у меня тоже нет. Ну ладно, открыть все двери и умереть. Окей, здесь нехорошо. Очень нехорошо. Совсем нехорошо. Да, как-то так. Я могу вот что сделать. Я могу выйти отсюда в главное меню или вообще из игры. И в этом случае тут как это реализовано? Я не... У меня не сохранится прогресс с этой миссией, но я не смогу еще раз прийти на эту миссию. То есть, я могу вот так вот выйти и потом начать заново. И у меня будут оба моих дрона живы все еще. Я просто как бы не летал на этот корабль еще как бы, но я не могу уже на него полететь. То есть, я не могу туда полететь и узнать, что там... То есть, зная, что там было, как-то по-другому что-то сделать. В этом плане мне нравится, как это реализовано. То есть, это как бы не настолько пермосмерть, как обычно в роуглайках, роуглайтах и во всем тому подобном. Потому что я все-таки могу не... могу загрузиться, скажем так, с сохранения до последней миссии, но я не могу после этого эту миссию заново попробовать, зная, что там происходит. Это интересная идея. Ну и что еще? Статы тут всякие еще есть. И кроме этого, есть что-то типа daily challenge или что-то подобное по идее? Или нет? Да, weekly daily. пока что в экспериментальном режиме. Есть туториал, который более-менее объясняет как все работает в настройках. Ну, громкость, еще всякая громкость. Можно отключить, включить всякие подсказки. Можно отключить, включить, работает ли оно при alt-tabbing, то есть паузится или нет. Это открывает карту шифтом и пробелом или только пробелом. Скин какой-то хэллоиновский есть. И кроме этого, графические настройки я уже все показывал. Игра на Unity, так что большая часть нормальных графических настройок она вне игры. То есть разрешение, фоллскрин, там и все подобное в ланчере при запуске. Ну, кроме этого, здесь все достаточно достаточно просто. Качество высокое, низкое, среднее. Всякий мусор и всякие там анимации и вот это всякое отключение шума и подобных вещей. И кроме этого, здесь есть какие-то дополнительные настройки сложности. Можно отключить радиацию, можно отключить вентиляции. Да, враги пользуются вентиляциями. Можно отключить дронов в узких комнатах, чтобы выключенные дроны не спавнились в таких вот узких коридорах, где мимо них нельзя пройти. можно включить или отключить подсказку, что если я попытаюсь пойти на миссию с дроном, у которого 0 хп, чтобы она подсказку мне выдавала, что у меня у дрона 0 хп. Более легкая стартовая галактика, там всякие еще подтверждения, больше или меньше лута, быстрее или медленнее ломаются апгрейды, там будут ли более сложные враги появляться на более ранних миссиях, если я рестартну. И всякие подобные вещи. То есть сложность тоже настраивается, и это тоже достаточно прикольно. Ну и в принципе все. Бануал здесь тоже, ну это тот же самый, что и просто если хелк набрать. Ну и как-то так. Мне в принципе очень нравится идея, и в принципе сама игра мне тоже очень нравится. Я в последнее время там, когда у меня выдается свободный, там минут 15, я пытаюсь какой-нибудь корабль разобрать. Обычно не очень удачно. А, еще вот что нужно сказать. Когда я начинаю заново каждый раз, то есть сейчас я, это просто меня запустит, загрузит то же самое с хранением, но я могу нажать Escape и резетнуть и начать заново, собственно, совсем с нуля. У меня будет снова три дрона, у меня снова будет стартовая моя ситуация и все там подобное. Но при этом дроны мне даются немножко разные, то есть у них разные модули. Там, когда я в первый раз начинал, у меня был Motion Sensor у одного дрона, когда я в второй раз начинал, у меня не было Motion Sensor, то он был Stealth у одного из дронов, когда там в третий раз, то еще что-то. Так что в таком плане разнообразие некоторые есть. То есть вы не начинаете каждый раз совершенно одинаковым сетапом, что в принципе является и плюсом, и минусом одновременно. То есть если вы хотите начинать каждый раз с Motion Sensor, увы. Но с другой стороны, вы можете просто рестартить, пока вы не начнете с ним. Не знаю. Ну, тоже довольно интересная мысль. Так что, в принципе, из таких минусов, ну, в плане туториала и вот этого вот всего обучения, не сразу понятно, что многие вещи делают, скажем так. То есть да, здесь есть эта менюшка Help, и туториал здесь тоже есть, который в главном меню. И он, ну, он объясняет, как играть, что вот эти вот там текстовые команды используются, чтобы открывать, закрывать двери и все там подобное. И, естественно, этот Help есть, чтобы посмотреть, что все команды делают. Но кроме этого, там, что какие враги делают, как там, допустим, вот что. Тут есть, да, Drone Upgrade. Вот эта вот приманка. Приманивает органических врагов. Есть ли неорганические враги? Как мне узнать, какие органические, какие нет? Это как-то связано с типом вот этого вот заражения, когда я стартую миссию, там написано тип заражения. Я пока что видел один и два. То есть там одно органическое, другое неорганическое или что, или как. То есть многие вещи игра не объясняет. И это можно считать такой достаточно серьезной проблемой. Ну и мне совершенно не нравится вот эта вот разная цветовая схема у разных дронов, что весь экран красный, весь экран зеленый, там, в зависимости от того, какой у вас дрон. Если бы это можно было выключить или как-то поменять руками, было бы лучше намного. Но в остальном мне все нравится. И визуальный стиль вот этот вот со всеми этими помехами и прочей подобной фигней атмосферно очень сделано. Но если вам не нравится, естественно, вы можете это все отключить. Так что в этом плане тоже кастомизации хватает. Всякого отключения всяких вещей, которые могут кому-то не нравиться. Ну и сама игра тоже довольно интересная. Ну и в принципе на этом все. Игра в раннем доступе. Выходит она, по-моему, через два месяца или что-то типа того. У меня такая информация. И стоит она 419 рублей в стиме. Ну и я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok